Друзья, приветствую! Алексей из Ульяновской области прислал посылку с образцами масла Evrol Synthense 530. Вот, значит, описание автомобиль, условия эксплуатации, но здесь указано, что это Evrol масло с 4-литровой канистрой. Также Алексей, спасибо ему, приложил результаты лабораторных исследований и само описание масла. Смотрите, здесь плохо видно, но щелочное, по данным производителя, 6,7. Палабе 6,52. Так, сами баночки, это похоже из-под каких-то капель, там с носиками. Не знаю, как Алексею удалось хорошо их отмыть, не попало ли туда. Проба очень важна. Ну и можно приступать. Первым делом, естественно, обновлю спектрограмму данного масла на ранее созданные болванки. Посмотрим, что намерит прибор. Посмотрим саму спектрограмму. Вот такая она. Видим ступеньку между двумя максимальными пиками. Сейчас я увеличу. Попробуем оценить уровень эстеров. Да, видите, здесь эстеров 0,15. Примерно это соответствует 3%. Причем, на самом деле, это не полиэстеры, а обычные, скорее всего. Потому что здесь есть два четких пика. Вот так. Посмотрите, относительно кастрола 0,30. Здесь противоизносных присадок 122%, то есть побольше насыпано. Гликоль. Так. Ну, это очевидно, что эстеровая какая-то комбинация дает такую погрешность. Вывожу в 0, сажу в 0. Ну и посмотрите, щелочное и кислотное. Сам прибор намерил 7,1. Ну, как бы вопросов у меня нет. Ну, единственное, что учитывая 3% эстеры, я думаю, что здесь может быть завышение по кислотному. Хотя, ну, не факт. Опять же, 122% противоизноски. Может быть и 2,05. Вот. Лабораторный анализ там 1,34. Но это я вообще даже не рассматриваю. Мне кажется, это совершенно нереалистичное кислотное для этих условий. Поэтому 1,8 не оставлю. Ну и все. Сам образец. Это полу-седан 2016 года. 1,4 ТСА двигатель. ЦЗСА 125 сил. Объем масляной системы 3,8. Около 50 тысяч пробега. Видите сами. Смотрите, значит, противоизносные присадки 39%. Это турбо. Гликоля 0,2. И смотрите, нитрование, окисление. Редкий случай окисления обычно. Ну, значит, сажа. Кислотная 2,45. В общем-то, есть еще зазор. Но вот стоит обратить на два пункта 3,8. Больше, чем на… Не, не, вру-вру. Не больше. Больше, чем 50% остатка по щелочному. Ну и стоит обратить внимание, конечно, на нитрование, окисление. Окисление – это, как правило, бедная смесь. Нитрование – это у нас может быть богатая смесь. Может быть, катализатор забит. Может быть, проблемы с впуском. Ну, тяжело двигателю дышать. И прорыв картерных газов через кольца может быть еще. Не знаю, под оливки информации нет. Сейчас посмотрим, что покажет сравнение вязкости. Опа, видите, есть загущение. Загущение – это, как правило, высокая рабочая температура. То есть здесь, скорее всего, есть окисление – бедная смесь, забедненная по каким-то причинам, которая, значит, повышает температуру в камере сгорания и приводит к загущению масла. Да, не забывайте поставить палец, подписаться, кто не подписался. Ну и колокольчик, если не хотите пропускать новые видео. Сейчас я покажу вам тот прогноз, который у меня получился. Значит, учитывая, что это 80 процентов городской езды, я считаю, что очень достойны масла. Несмотря на вот сложности, ну проблемы некоторые, которые определенно есть в этом моторе. Хоть небольшой пробег, но ваги, знаете, ваги умеют сделать моторы и потом несколько ревизий поршневых. Да, к сожалению, надежные старые ваги ушли в прошлое. Если пересчитать хотя бы по средней скорости 25 км в час, то прогноз примерно 340 моточасов. Я считаю, что очень достойно масло проявило. Отмечу опять же, что с учетом определенных проблем с двигателем, возможно, что значит, если бы не было этих проблем, то масло способно было бы на большее. Вот здесь надо владельцу посмотреть, почему загущение. Загущение тоже такой тревожный знак. Не просто так это происходит. Это не перекат. Здесь я бы не сказал, что слишком много каких-то частиц. Просто вот легкие фракции масла выпариваются и вот происходит такое загущение. Это мое мнение. Так, что хотел еще отметить. Простите, упустил мысль. Да, здесь долгие прогревы. Написано у Алексея. Прогревы, казалось бы, должны способствовать разжижению, но здесь видим другая ситуация. То есть желательно разобраться. Противоизносная, скорее всего, это турбина дает такие последствия. Вот, возможно, это взаимосвязанные, допускаю, что взаимосвязанные вещи, что масло густеет. Из-за этого, как бы, больший антифрикционный расход, антифрикционных присадок расход. Ну, вот такой получился тест. Благодарю Алексея за предоставленные образцы, за поддержку канала. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Увидимся в следующих видео. Пока!